Политическое влияние. Формальное и неформальное разделение власти. Первоначальные инвестиции в партию и единого кандидата во время избирательных кампаний служат конечной цели – извлечению прибыли за счет обретения личной власти. Для «коррумпированного» в кавычках сознания власть означает способность влиять на процессы принятия решений в государственных институтах и управлять государственными ресурсами с помощью законодательства в интересах личного благополучия. Другими словами, действующие лица, находящиеся у власти, должны иметь возможность изменять «правила игры» в кавычках в любой момент в зависимости от своих повседневных целей и общих интересов. Помимо формального разделения власти и предписанных процедур функционирования ключевых политических институтов, неформальные структуры имеют огромное значение для управления в гибридных режимах, таких как Украина. Фактически, неформальные договоренности между членами правящей элиты определяют, кто отвечает за формальные институты. После выборов начинается обширная торговля формальными в кавычках «политическими позициями». По словам Ослунда, правящая партия или «коалиция» предлагает участникам, предложившим высокие цены, «прибыльную работу» в кавычках «хлибнеместя», включая посты председателей государственных комитетов и руководителей государственных предприятий. Кроме того, существует выгодная торговля должностями судей и губернаторов провинции, поскольку губернаторы в Украине, по сути, являются назначенцами президента. В условиях гибридного режима Конституция формирует неформальные ожидания относительно того, кто олицетворяет высшую власть в стране. В Украине, например, конституционные изменения в 2004 и 2014 годах формально перераспределили полномочия между президентом и парламентом, что дало парламентской коалиции право формировать правительство и значительно повысило важность и «политическую цену» поста премьер-министра. Неформальное соглашение о разделе власти между президентом Порошенко и премьер-министром Яценюком отразило эту тенденцию. Яценюк получил контроль над Министерством внутренних дел, а также налоговой и таможенной службами, являющимися основными политическими и экономическими ресурсами. Как и в 2004 году, конституционные изменения 2014 года привели к значительному расширению полномочий парламента Украины, Верховной Рады, что усилило его влияние на законодательство и формирование исполнительной власти. В результате парламент также стал основной ареной конфликта и инструментом достижения интересов политических деятелей и финансово-промышленных групп, что в сочетании с характером избирательного процесса с использованием закрытых партийных списков делает высший представительный орган государства восприимчивым к политической коррупции. Хотя во время избирательных кампаний политическую коррупцию можно охарактеризовать как косвенную, законодательный процесс определяет коррупцию в чистом виде как злоупотребление вверенной властью в личных целях. Верховная Рада играет ключевую роль в этом процессе. Можно выделить три группы субъектов, вовлеченных в политическую коррупцию. К первой группе относятся в основном олигархи и финансово-промышленные группы, крупные инвесторы, которые накопили огромную политическую власть для увеличения и сохранения своих активов. Олигархи не обязательно занимают политические посты, но они владеют политическими партиями и влияют на характер политических сил как в законодательной, так и в исполнительной ветвях власти. Как правило, они используют технологии поощрения, в кавычках, в виде наличных денег, должностей или давления, чтобы создать либо «ситуативное большинство», в кавычках, для голосования по специальным вопросам, например, назначения и увольнения, либо для создания коалиций для принятия важных решений. Вторая группа состоит из «бизнесменов», в кавычках, политиков, получающих прибыль от своей лоббистской работы по формированию политики и экономики в стране. Они покупают свои места в партийных списках или финансируют собственные избирательные компании из частных источников, а также прибыльно торгуют своими местами или голосами. Между ними находится третья группа, известная как «серые кардиналы», которые являются неформальными лидерами и играют ключевую роль в процессе принятия решений. Эта небольшая группа действующих лиц имеет особое значение. Они не находятся в центре внимания политики, но они инициируют вопросы, имеющие решающее значение для их интересов, и приводят к их реализации. У каждой политической силы в парламенте есть свой серый кардинал. Эта группа действующих лиц состоит из известных бизнесменов, которым также удается стать парламентариями. Как правило, серые кардиналы отвечают за скрытые фонды своей политической партии «Общак». Кроме того, этим лицам доверена торговля ключевыми должностями. В настоящее время журналистские расследования и интервью с депутатом парламента Сергеем Лещенко выявили несколько серых кардиналов в новом правительстве. Среди них первый заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко и глава администрации президента Борис Ложкин. Серыми кардиналами партии Яценюка «Народный фронт» являются Николай Мартыненко, бизнесмен в энергетическом секторе, и Андрей Иванчук, председатель парламентского комитета по экономике. Некоторые источники называют министра внутренних дел Арсена Авакова и сопредседателя парламентской группы Ведроджиня Виталия Хамутынника влиятельными лицами среди государственных чиновников. Украинские политические элиты, похоже, чрезвычайно изобретательны. Их коррупционные доходы, в кавычках, поступают из нескольких источников. Во-первых, многие обогащаются на разных этапах законодательных процедур, начиная с регистрации законопроекта и заканчивая его окончательным рассмотрением. Аутсайдеры, в кавычках, устанавливают контакты с членами парламента Украины и через них могут влиять на законотворческий процесс. Вторым заметным источником коррупции является продажа голосов. Наконец, члены парламента могут извлечь выгоду из смены фракции. Это довольно типичное явление в Украине, когда политики нагло меняли фракции в парламенте. Эта практика получила специальный термин в украинском языке – «тушкування» – смена партии. Случай Романа Забзалюка кажется симптоматичным. В 2012 году депутат парламента Забзалюк опубликовал аудиозапись своего разговора с лидером проправительственной группы Игорем Рыбаковым, который предложил ему первоначальный взнос в размере 500 тысяч долларов и ежемесячную выплату примерно в размере 25 тысяч долларов за переход из оппозиционной фракции в проправительственную. Очевидно, что как только парламентарии меняют партии, существуют механизмы контроля за их порядком голосования. Наряду с формальным разделением парламента на фракции неформальные группы формируются вокруг серых кардиналов и других индивидуальных лидеров, которым удается собрать вокруг себя парламентариев независимо от фракционной принадлежности. В результате большинство парламентариев превращаются в кнопкодавов. Это явление известно в Украине как кнопкодавство. Вместо того, чтобы представлять волю своего электората или избирательного округа, они следуют указаниям серых кардиналов. Таким образом, фактические решения в парламенте принимаются несколькими неформальными лидерами, которые организуют итоги голосования. Коррупционную деятельность трудно доказать, поэтому расследования не увенчали с успехом. Принцип сдержек и противовесов играет ограниченную роль, а неформальные структуры управления и правила эффективно играют на руку коррумпированным лицам. Введенные после Евромайдана конституционные изменения существенно ограничили президентские полномочия, увеличив влияние премьер-министра. Однако этого ограничения недостаточно для поддержания здорового баланса между ветвями власти. Незавершенная судебная реформа является главным препятствием для успеха других реформ. Судебные и правоохранительные институты остаются политически зависимыми от правящих элит. Судьи и прокуроры воплощают концепцию легализованного вымогательства и представляют собой неотъемлемую часть коррумпированных сетей. Таким образом, неформальные правила по-прежнему доминируют в механизмах управления страной и разделении власти.